Всем привет! С вами профессор Гуглов. И сегодня мы с вами поговорим о 18 самых упрямых домовладельцев. Номер 18. Луа Бааген. Утиный фермер. Нередки конфликты современных тенденций Китая с традиционным сельскохозяйственным укладом, на котором и выросло государство. Фермы и дома частенько оказываются на пути строительства современных шоссе. Это строение принадлежит Луа Баагену, утиному фермеру. Номер 17. Угол за миллион долларов. Ожесточенная борьба землевладельцев за свои владения стара как мир. В 1911 году кусок земли площадью всего 3657 квадратных метров был куплен на пересечении 34-й Бродвей-стрит в Нью-Йорке. Владелец наотрез отказался продавать землю компании Месси, которая вплотную прилегала к владениям. На сегодняшний день строение до сих пор принадлежит другой компании. Номер 16. Эдит Мэйсфилд. Эдит Мэйсфилд и ее дом из мультфильма «Вверх». Широко распространено мнение, что дом женщины по имени Эдит Мэйсфилд, по крайней мере частично, послужил прототипом для дома в мультфильме Pixar «Вверх». Ее дом располагается в сердце делового центра Сиэтла и выглядит совершенно не к месту. Мэйсфилд предлагали суммы вплоть до 1 миллиона долларов за ее дом, но она всегда отказывалась. Номер 15. Вашингтон. Другой домовладелец всеми силами противостоящей застройки. Остину Сприксу из Вашингтона предлагали суммы вплоть до 3 миллионов долларов за его дом, который находится в престижном районе. Похоже, что мужчина хотел выбить еще больше денег застройщиков, но жадность его сгубила. Застройщики просто построили дома вплотную к его дому и отозвали свои предложения о покупке. Номер 14. Майами, Флорида. Артефакты коренных жителей Америки. Ишмейл Бермудес из Майами не желает продавать свою дорогостоящую недвижимость по иной причине. Он хочет сохранить историю индейцев, похороненную под его домом. Бермудес боится, что прогрессу плевать на историческое наследие индейцев, находящееся в земле под его домом. Он не продал дом даже за астрономические 1,8 миллиона долларов. Номер 13. Деревня Янгджи. Иногда застройщики применяют не совсем дружелюбную тактику. Вокруг деревни Янгджи, которая находится здесь уже на протяжении 9 веков, застройщики выкопали рвы, чтобы заставить уехать оставшихся жителей. Когда стало ясно, что это не поможет, застройщики стали отключать дома стойких жителей от коммунальных услуг. Номер 12. Дом среди небоскребов. Китайская супружеская пара Нью Чонген и Чонжон Юн оказались на пути китайского прогресса. Они не покинули свой дом, даже окруженный вновь возведенными многоэтажками. Паре угрожали, а их дом был незаконно разрушен. В конце концов, дом отключили от электричества и водоснабжения, и паре пришлось уйти. Номер 11. Вупинг. Интернет-сенсация. Вупин за одну ночь стала знаменитостью в интернете, когда она отказалась съехать из своего жилища, на месте которого строительная компания возжелала построить торговый центр. В конце концов, ей и ее мужу пришлось взять деньги и покинуть дом, который был снесен. Но на короткий промежуток времени она была знаменитой и восхитила весь мир. Номер 10. Чэнгча. Китайский торговый дом. Порой капитализм принимает причудливые формы. Владелец этого дома превратил его в магазин, пожалуй, с лучшим расположением в городе. Расположенный прямо перед торговым центром Чэнгча-Чайна, этот дом символизирует поглощение старого Китая новым. Номер 9. Люинг. Китай. Порой китайское правительство убеждает домовладельцев съехать путем подведения скоростных шоссе прямо к двери. Как в случае с этим домом в провинции Люин. Порой одного факта неудобного расположения достаточно, чтобы переехать в более гостеприимный район. Номер 8. Нарита. Япония. Фермеры провинции Нарита затаили обиду на власти, которые собирались построить аэропорт буквально на их угодье. Страсти разгорелись, и обстановка накалилась до такой степени, что фермеры начали атаковать рабочих, работающих в аэропорту. К сожалению, погибло несколько человек. На данный момент наблюдается затишье. Номер 7. Апартаменты Гуанджо. Иногда стойкое нежелание жильцов съезжать из своего дома побеждает амбиции застройщиков. Упрянство жильцов в провинции Гуанджо настолько осточертело строительной компании, что она буквально построила дорогу вокруг дома. Хотя консенсусом это можно называть с натяжкой. У жильцов хотя бы остался их дом. Номер 6. Ювелирный магазин спекхалтеров. Хотя большинство спорных домов располагаются в Китае, иногда попадаются упрямые домовладельцы и в Чопорной Англии. Спекхалтеры отказываются продавать свою собственность уже на протяжении 100 лет, и теперь окружены со всех сторон универмагом Викхама. Номер 5. Китайский фермер. Новый день, новый фермер на пути строительства крупного шоссе в Китае. У Ятан и его жены, однако, были другие планы. Они отстояли свое право собственности, и дорога была сооружена в обход их владения. Это один из немногочисленных примеров, когда китайские домовладельцы добиваются своего. Супруги не скрывают гордости от своего достижения. Номер 4. Чанчин. Китай. Довольно много и тех, кого больше заботит кошелек, а не собственный дом, как в случае с домом в Чанчин. У владельца Янву не было проблем с продажей, но он хотел больше денег. В итоге он получил скромную сумму, и дом был принудительно снесен. Номер 3. Ичэнг. Китай. Чтобы заставить съехать непокорного домовладельца в дорогостоящем районе в Ичэнг, строительная компания подняла землю вокруг дома. Таким образом, дом оказался в своего рода яме. Электричество и водопровод были отключены, и владелец временно съехал. Однако его упорство оказалось слишком сильным, и через некоторое время он снова вернулся. Номер 2. Могила на Атшибе. Иногда спорная земля даже не имеет строений, как этот кусочек земли в Японии. У владельца здесь захоронена семья, и продажа земли, как считает владелец, было бы оскорблением памяти предков. Место прозвали Могила на Атшибе. Номер 1. Апартаменты в Янгджа. В 2015 году владельцы апартаментов в Янгджа отказались продавать их строительной компании, которая собиралась построить здесь дорогу. Стойкость владельцев возымела эффект, и власти потратили 15 миллионов долларов, чтобы построить четырехполосную дорогу в обход строения. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал. Увидимся.